Электронное бронирование очереди, льготные окна, госуслуги через соцсети. ЦОНы будут работать в новом формате. Изменения коснутся только городского отдела и специализированного по регистрации автотранспорта. В районах все останется по-прежнему. Что изменилось, как быть пожилым людям, которые с интернетом пока на «вы» и куда обратиться за консультацией, расскажем далее. Как раньше, уже не будет. После возобновления работы оказывать услуги ЦОНы будут в новом формате. Появится предварительное бронирование очереди. Занять ее можно через специальный сервис на портале ЕГОФ или по номеру 1414. Так клиент и время сэкономит и не будет лишний раз подвергать себя риску заражения. В ЦОНах сервика-казахстанцы смогут получить только бумажные услуги, которые недоступны в электронном формате, а также получить готовые документы по ранее оформленным услугам на портале ЕГОФ.КИЗ. Прием документов в отделах по обслуживанию населения будет осуществляться только по государственным услугам, не переведенным в электронный формат оказания государственных услуг. По предварительной бронированной электронной очереди в настоящее время это порядка 97 видов государственных услуг. Если ваша услуга в этот перечень не входит, то получить ее вы сможете только в режиме онлайн через сайт электронного правительства. Кроме того, многие сервисы доступны в мобильном приложении ЕГОФ Мобайл, Телеграм-боте и социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. Специалисты отмечают, с каждым годом все больше североказахстанцев предпочитают получать госуслуги, не выходя из дома. Если в 2016 году доля электронных государственных услуг составляла чуть более 19% от общего количества, по итогам 2019 года этот процент вырос до 83%, а по итогам первого квартала текущего года свыше 85%. Навыкам получения электронных услуг обучено порядка 35 тысяч жителей нашей области, в том числе только в первом квартале текущего года более 3 тысяч. Для пенсионеров, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями сделали исключение. Эти категории граждан смогут получать электронные услуги в цонах. Для них будет работать и льготное окно в каждом фронтофисе, но тоже по предварительному бронированию. Для исключения очередей при получении государственных услуг просим услугу получать и приходить в строго указанное время. В случае опоздания процедуру бронирования придется повторить. Хотелось бы отметить, что использовать броню может только гражданин, на ин которого она оформлялась. Если возникли трудности, можно обратиться по номеру 1414 и получить консультацию. А еще для удобства североказахстанцев планируют разместить уголки самообслуживания во всех государственных, медицинских и образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и банках.